МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Евгений Додолев собрал редкие фотографии для семейного альбома Нонны Гришаевой и Александра Нестерова. И с Басковым, и с Биланом. Господи, откуда это? И впервые за историю программы удивляет не он, а удивляют его. Это уже мальчиком беременный. Это день выборов, месяц седьмой. Седьмой? Да. О каком мужа мечтала Нонна Гришаева? Главное, он должен был быть очень красивым. То есть Нонна кардинально поменялась. Что запрещает ей супруг? Я вас очень прошу, не надо вам с Олежкой петь. Там будет Лара Фабиан. Ну куда тебе с Олежкой? И в каком известном фильме она пыталась скрыть свою беременность? Я помню, у нее глаза, она прям так... А-а-а! Доброе утро. Сегодня мы листаем семейный альбом Нонны Гришаевой и Александра Нестерова. Боже мой, смотрите, взошло! Взошло солнце русского радиоэфира! О, колебательница колебаний и волнительница волн! О, не бросай так! Не дай сгинуть в безвестности! Или, наверное, должен был сказать семейство Нестеровых, да? Вы же... Нестеровых-Гришаевых. Я Нестерова-Гришаева. Это странное вообще решение, потому что, ну, мы знаем, да, фамилия известного артиста, это всегда бренд. Этим мотивируют жены, что я не буду брать фамилию. Это вы настояли, Александр? Мне кажется, что это норма, когда жена берет фамилию мужа, но в данном случае титульная фамилия осталась, а паспортная изменилась. Вы как глава семейства устанавливаете нормы, я так понимаю. Вы знаете, когда я женился на Ноне Валентиной, мне был присущ юношеский максимализм. Сейчас, может быть, я так не придал бы этому такому значению. Тогда для меня это было важно. То есть было условие-условие постарма. Ну, я думаю, что он не даст соврать. У меня не так много таких жестких установок. Мне просто хотелось сделать ему приятное. Видите, как сошлось. А вообще, в принципе, у вас принят формат совместных завтраков? Некоторые, знаете, кто первый в холодильню, кто-то и позавтракал. У нас разное время вставания. Вот, я к этому... В тех случаях, когда оно совпадает, обязательно, конечно. В каком порядке вы встаете разное время вставания, имеется в виду? Ну, понятно, Илья Александрович, он, понятное дело, на трудовой подвиг в школу, да? Да. Чем завтракаем обычно? Кашей, яичницей, блинами. То есть сегодня у нас не норма. Сегодня у нас для Ильи Александровича не норма. А что мы так долго ждали? Почему не начинали? Мы ждали ровно в 12.00. До первой звезды нельзя? Если бы мы стали есть до 12.00, это было бы воровство. Но ровно в 12.00 у всего вот этого заканчивается срок годности. Илья Александрович, познакомились мы с вами где-то в светской мести. Я спрашиваю, Илья Александрович, кто ваши родители? Как бы вы описали? Актриса и режиссер. То есть слово ювелир не прозвучало. Я думаю, скажешь, актриса не ювелир, да. Нет, это не ювелир. Ювелир – это человек, который своими руками умеет сделать... Так, значит, легенда про то, что своими руками было сделано обручальное кольцо. Не соответствует истине. Послушайте, я, в общем, так или иначе связан с подобным производством. И это скорее просто на заказ, по моему эскизу и так далее. Ну, конечно, не руками же. Фил. Что? Фамилия, имя, отчество. Соболева Ирина Валерьевна. Тарасевич Вадим Вилоревич. Время зафиксируйте. Распишитесь. Есть. Кольцо забыл. Да ладно. Сколько здесь лет, девочки, Ноня? Десять. Десять лет уже, значит, думают про... Может быть, даже двенадцать уже. Тем более про принцев там мечтают. Вот каким виделся принц? Он кто должен был у нас быть? Ну, помимо того, что он точно на белом коне, ну, кто он должен был быть по профессии, вот, в проекте? Две собачки. Там две собачки. Это одна черненькая, вот. Вот. Черная с беленьким. Это мы в доме отдыха были с бабушкой, с мамой. Там были такие собачки. Это живая? Конечно, живые щеночки. Ну, абсолютно как игрушка. Принц, главное, должен был быть очень красивым. То есть, Ноня кардинально поменялась. Не зря, кстати. Будет он актер, будет он моряк, космонавт, пожарный. Значения не имела? Не имела. Не имела. Главное, чтобы красивый. Главное, любовь. А будет заниматься он нефтью или газом, это совершенно верно. Анастасия, а у вас какие установки? Даже не знаю, на самом деле. Ну, как, пора уже как-то. Все говорят, пора, но как-то пока не сложилось. Ну, есть какой-то образ. Вот расскажи, пожалуйста, действительно. Я не думаю, что для меня сильно большое значение имеет внешность. Мне скорее важно, чтобы человек был интересный, чтобы у нас были какие-то схожие интересы, темы для разговоров. И чувство юмора точно должно быть. Вот это точно могу сказать. Вы в Кембридже, да, учитесь? В Кембридже, в городе, в учебном заведении, которое называется Cambridge School of Visual and Performing Arts. Там есть соотечественники? Есть, но их мало. И в основном я с ними не очень контактирую. Так грустно. Мне кажется, мы единственная вообще нация, которая за границей стыдится своих соотечественников. А всегда, кстати, так было. Говорят, ну, судя по тому, что я читал и в 19 веке так было. Серьезно? Да, в 18 веке. Не знаю, не знаю. Это традиция. Вы знаете, у меня недавно просто случились удивительные, просто какие-то магические гастроли именно в Лондоне. И я как раз была потрясена нашими соотечественниками, которые пришли на спектакль. Варшавскую мелодию мы привезли. Я безумно нервничала, потому что я думала, что придет пафосная. Это лондонская публика. Да, да, да. Там именно олигархи выкупили билет. И вдруг мы начинаем играть в спектакль и понимаем, что такого приема у нас не было никогда и нигде. Нас просто фантастически, с невероятной любовью принимала лондонская публика. Ноночка, как эфир? Нормально. Лезет везде вонючка. Чего я вонючка? Вот что я сказал. Чего я вонючка? Нормально? Чего я вонючка-то? С Леонидом вы познакомились тоже случайно в результате? Да, это премьера День выборов 2. Ага, в результате состоялись все эти проекты. Это вот действительно была случайная встреча. Мы познакомились в поезде Москва-Одесса. Оба ехали на каникулы домой и стали выпендриваться друг перед другом. Ну, а я вообще-то в ГИТСе учусь, сказал Леша. Я говорю, что я вообще-то в щуке. Вот, и подружились вот на всю жизнь. Потом меня познакомили со Славой, потом с Камилем, с Сашей и дальше День выборов. Если бы не ребята, мы бы с Ноной тоже не познакомились. Да. Я привела Настеньку на спектакль, где Саша играл в Медвежонце. Я еще студентом играл в квартете и в детский спектакль. И вот, когда я играл в детской сказке, Медведя Настю Нону привела. Настеньке было 8 лет. Да. Я ведь так понимаю, что вы просто дружили, да? Потом вы пригласили друга, подругу в Таиланд, а вернулись уже... Знаете больше, чем я. А вернулись уже в статусе влюбленных. Можно сказать и так, да. Как? А как можно тогда сказать? Какой еще вариант? Нет, ну, не знаю, в любую... Ну, это ваша версия. Ну, то есть, нет, вопрос просто, было или не было в Таиланде? Нет, нет, нет. Ну, вы хотите, чтобы я сказал, было или не было в Таиланде? Ну, конечно, то есть вы вернулись. Я знаю, что ваша мама вас встречала, и она сразу отсканировала, ну, женское сердце не обаишься, и она сразу поняла, что что-то не так, или наоборот, что-то так. Ну, это правда, да. Какая-то такая судьбоносная была поездка. Я была в тот момент уже зеленого цвета, я снималась в очень тяжелом проекте. Люба, дети, и завод, безумно устала, и он меня вот повез отдохнуть. Вывез на свою голову. Все, можешь открывать глаза. Проходи, не стесняйся. Ты меня спрашивала, не хватает ли мне природы. Это ботанический отдел. Да, вот результат, кстати. Результат. А как ваш родитель отреагировал? Кого бы я ни привел, для еврейской семьи, это всегда большое, очень ответственное, я вам скажу, событие. Оно вписывается, на самом деле, по адресу. Ну, во-первых, но оно не вписывается. Во-вторых, это всегда, ну, я, вы знаете, я ничего не могу сказать, потому что, мне кажется, это все прошло как-то очень органично и гладко. То есть, я готовился к худшему. А сейчас сюрприз. То есть, было какое-то такое ощущение, а, мне кажется, даже вот абсолютно как-то это все было... Я, по крайней мере, не почувствовала какого-то негатива. Ну, вы подумайте, если спустя 10 лет мы теперь живем вместе даже. А почему свадьба была в Праге? Ой, очень захотелось. А это Нона, пусть расскажет. Я сам до сих пор не понимаю. А почему? Я думал, что свадьба подача, потому что ваша сестра ведь в Праге тоже. Ну, это был, да, 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 это правда. Ты рассказала мне об этом, мне очень захотелось. А я там была, когда снимала с графини Дамонсаро, Настеньку только родила, а кормящая мама всего на 3 дня прилетела и попала в Прагу на 10 минут просто уже по дороге в аэропорт. Меня настолько потрясла красота этого города, что я сказала, все, в Прагу. А потом хотелось как-то избежать вот этого вот... Ажиотажа? Ну, да. Да, светской хроники, вот эти папарацци. Ну, так сказать, Нона была еще не настолько известна, как сейчас. Ну, как это так. А тем не менее, все равно это было... Нет, у меня все началось с его рождения. После рождения Ильи пошли 3 мощных проекта, после которых... На папиной дочках? Да, папиной дочке, Большая разница и Две звезды, где мы с Марком победили. Ну, все равно не удалось избежать ресторанной свадьбы, конечно, в Москве. Ну, по крайней мере, это уже было так. В Праге, я не знаю, там у них такой формат, они даже могут свидетелей предоставить вот в ратуши. Вы ведь в ратуши, да? Да, в ратуши. Ну, у вас были эти, ратушные свидетели или нет? Нет, ну, там приятели приехали туда. Кто именно? Пара, да, Люба Тихомирова, вот, актриса тоже, она была. Ну, просто они поехали путешествовать, и в этот момент она оказалась молодым человеком тогда в Праге. А так, в принципе, мы были там практически сами себе предоставлены. Но в этом какая-то была прелесть тоже. Отъявляли вас мужикой и женой. Я знаю, что это знаменитая очень история, что вы с Джеки Чан снимались, будучи на пятом месяце. Выполняли там все трюки. А как с Джеки Чаном, ну, помимо того, что он был очень демократичным и прочим, вообще как он проработал? Мегапрофессионал абсолютно, хотя к моменту наших съемок он уже был совершенно весь разбитый, да, сломанный. Ну, то есть он действительно все вот это делает, да? Да. А как вы попали-то, то есть это в результате какого-то кастинга, как обычно? Да, когда я была на третьем месяце, был кастинг, пробовалась большое количество артисток на тот момент. А через два месяца я на пятом, мне звонят и говорят, что вот Джеки утвердил вас. Гуляла вся Одесса. Я на всякий случай выучила одну единственную фразу на английском языке. I'm sorry, I'm pregnant. То есть поехали подготовлены абсолютно, понятно. И все прошло хорошо. Алло? Это Наташа. Нас подслушивают. Извините, вы ошиблись номером. Алло? 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 Нас засекли. Идем. Вызови ударную группу. Наташа Рушинский, пройдите в бюро информации. А у вас вообще никогда не было, да, желания пойти по стопам родителей? Мне всегда очень тоже нравилось быть на сцене. Я всегда играла в спектаклях, в школьных. Но не было такого таланта в то же время, как у мамы, когда она была в моем возрасте. Она молодец. Этим ведь заниматься можно, только если ничем другим заниматься не можешь. Это ведь вот только, мне кажется, что это вообще профессия только для тех, кто вот просто жизни своей без этого не видит. Если ты хоть немножечко имеешь интерес к чему-то другому, надо однозначно идти в сторону чего-то другого. Вот мое мнение абсолютно. Я, например, вообще не умею рисовать. Вообще. Для меня то, что делала она с детства, для меня это было на уровне космоса. То, что она делает сейчас, меня повергает вообще в шок. Я когда смотрю ее скетчбуки, я не понимаю, как это. Мы сначала это уже отдали и на вокал, и на танцы. Я, с вами, занималась в музыкальной школе. Но в какой-то момент мы нашли художественную школу, в которую я тоже начала ходить. А потом учителя говорят, она не выпускает карандаш из руки. Она все время рисует. Я пошла в художественную школу. Илья Александрович, а у вас к чему склонности? Я вообще хочу пойти по стопам папы, быть режиссером и сценаристом. Какие-то это приятные. А что для этого делается? Пишу, придумываю разные сценарии. Ну, фантазер у меня фантазия замечает. То есть сейчас он фантазирует? Нет, я про сценарии слышал. Про режиссера первый раз сейчас услышал. Обожаю эту фотографию. Настенька на выставке на фоне одной из своих картин. Не блондинка здесь ни разу. На маму похожа здесь еще. Вы ведь оформляли мамину книгу, по-моему, да? Да, да. Я так понимаю. Да, ну, она за вами прямо советовала. Советы дочкам вон стоит. А, вижу, вижу, вижу. А, это другое издание. А сколько всего изданий? Два. Все хотят еще и еще. Раскупили, хорошо. Ушел просто вник тираж. Ну, вы знаете, сейчас мы про сеть говорили. Она же выложена в сети, ее скачивают. Вы посмотрите, сколько скачиваний. А, ну, вы... Мне просто, я не знаю, что людям отвечать. Меня все время все требуют. А я говорю, пожалуйста, в издательство, не ко мне. Поэтому вы слышите, покупать бумажную копию, когда можно одним кликом там за три секунды. Вот я этого не понимаю. Мне кажется, в книге такое обаяние. Мне кажется, в книге такая прелесть. Мои дети из детства. Ну, если книга уже не продается, что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Вот, видишь, вот вам результат. Да? Что ты говоришь? И здесь вы, кстати, тоже в положении. Это же мальчиком беременная, да. Это день выборов, месяц седьмой. Седьмой? Да, да. Там есть такой момент. Именно вот в этом костюме, это седьмой месяц. Там нет корсета, в том-то и дело. И там, если приглядеться... Вы очень маленькие были. Если приглядеться, в фильме прямо это видно. Где-где? Мне дали папочку, чтобы я прикрылась. Я с папочкой. Где-где? В Караганде. Поворачиваюсь, а там уже вот так. А я жду Волочку. Он ведь вернется, правда? А служит где? В Караганде. В Казахстан! Там пока спокойно, товарищи! Я, кстати, помню этот момент. Мы снимали на корабле, в какой-то момент он нас звонит. Ну, конечно, был Ваня, говорит, все. Я упала с лестницы. Ну, ужас, конечно. Там такая вот это, как они снимали на реальном теплоходе. Там такая узкая лестница. Ничего, мальчик крепко зацепил. А как сейчас съемочная группа к этому относилась? Очень хорошо. Меня все оберегали. У меня была своя каюта. И все пытались сделать, чтобы мне было хорошо. Вот видите, здесь вам хорошо. Они обожают. Да, это же мальчик и девочка. Посмотрите. А что так? Что это значит? Он любит свои детские фотографии. Да, я не люблю. Вы считаете, что вы не похожи здесь? Ну, лучше всего я получился. Вы ревновали, когда появился брат? Нет, я всегда так хотела младшего брата или сестру. Сколько я помню, я просила маму, хочу еще братик и сестричку. А ты помнишь день рождения свой 10 лет? Да, да, я помню, что на день рождения мне мама объявила. Я объявила, прям в день рождения, при гостях, объявила ей о главном подарке, что Настенька у тебя будет братик или сестричка. Я помню ее глаза, она прям так, а вот такое счастье было абсолютно. Настенька, а почему именно младшего? Ну, а как старшего? Это судьба, это уже... Я не знаю, куда-то начала об этом мечтать. Ну, а по-любому, может быть, только младший. Она же уже родилась. Ну, не настолько же младший. Может, допустим... Ну, как старший все равно не родится. Ну, не родится. Нет, конечно, я всегда хотела, чтобы разница в возрасте поменьше была. Да, тогда бы... Я смотрю, что здесь про сценариста было сказано недаром, потому что вот эти все, про петлю времени, фотофантазии, здесь уже просто сюжет рождается у нас про младшую сестру, которая рождается позже, так что... Ну, знаете, Илюшкины философские наклонности и Настин инфантилизм сокращает их разницу в образе. Поэтому... Да такая тема. Мы ее уже сейчас ощущаем не сильно. То есть Нонна кардинально поменялась. Да, давайте. Смотрите далее. Где Нонна и Александр видели пришельцев? И мне будут после этого рассказывать, что мы от обезьяны... Что инопланетяне тут ни при чем. ...что мы от обезьяны произошли. Когда Гришаева была последний раз на родине, в Одессе. Нонна не совсем может объективно относиться к Одессе, поскольку это ее родной город, а я вот могу, поскольку я коренной москвич. И какое испытание ей пришлось пережить? Надо спрашивать, ну, за что мне это, а для чего мне это. Наши первые дети, они всегда получают меньше внимания, чем дети, которые рождаются позже. Мама мало была? Я в основном с бабушкой рожала. Да, я просто помню, с чего начиналась разговариваться. Но мама каждый день пыталась приехать и увидеться с ней. Каждый день пыталась хоть маленькое что-то, но ей купить и привезти. Каждый божий день. Помнишь? Каждый день всегда приезжала. Что-то я покупала. У нее есть выбор, что она может сказать сейчас? Может, уже мне кажется, что мы. Я очень помню всегда наши поездки в разные места. Да, и каждые каникулы я куда-то ее возила. Мы вдвоем уезжали. Мне хотелось ей, чтобы показать. Но я так понимаю, что все-таки в Одессе или помимо Одессы еще? Нет, почему? Я ее и в Турцию возила, и в Египет возила, и в Диснейленд возила. И в Париж? В Париж, да. В Париж мы были где-то один день. Да, я помню фотографии, где вы на фоне Эльфиевой башни. Вы любите менять обстановку? Вот что вас привлекает? Нет, мне просто нравится путешествовать. Мне нравится смотреть новые страны. Единственное, что ты исключительно любишь ездить в теплые страны. Это да. У нас здесь вот это Мексика, да? Да. На сколько? Это год. А вы все вместе были? Нет. Нет. Мы поедем вот сейчас все вместе. В прошлом году мы были вдвоем с Сашей. И я не могла себе простить, что мои дети этого не видят. И дала себе слово, что в следующем году мы поедем вместе. Там как раз наша приятельность, она экскурсовод. Место вообще вот тоже на этой фотографии. Я вспоминаю, у меня прям... Космическое. Это место, когда ты понимаешь вся история, которую тебе преподавали. И те какие-то вот точки, к которым ты привык, они абсолютно ничего не имеют общего с реальностью. Но когда ты видишь там барельефы 10 века, где люди в скафандрах... Изображены. Изображены. И мне будут после этого рассказывать, что мы от обезьяны... Что инопланетяне тут ни при чем. Что мы от обезьяны произошли. Ну, удивительно, конечно, такое место. То есть вы разделяете хобби? У вас семейное это хобби, путешествия? Да, я думаю, да. У меня просто их больше разных там. Нет, я не... Просто, ну, вот это я разделяю. Так, у Александра больше разных. Так, я люблю... С этого места подробнее, пожалуйста. Нет, я скажу, я очень люблю машины. Я очень люблю часы. Это вещи, которые занимают большую часть моей жизни и моего внимания. То есть я... У меня есть такие... Но она не коллекционирует ничего. Я не разделяю ни машины, ни любовь к машине. А я разделяю с папой любовь к машине. Да, потому что это наша мужская тема. Здесь такой аврал, здесь все поменялось. Эфир уже идет. Как идет? Куда идет? Сейчас же только без 28. Как без 28? Без 29. Ха-ха-ха. А почему у меня без 28? Я не знаю. Ой, это же я часы не перевела. Чего? Ну, часы переводили 4 месяца назад. Вот я тогда и не перевела. Мама любила нормы. О, более чем до сих пор любит. Любит, да? Странный, конечно, вот момент, что она вас не отпустила в Москву. То есть вы поехали вместе поступать из Одессы. При этом вы Анастасию в Лондон совершенно спокойно отпустили. Меня как-то не совмещали. Именно потому что я когда-то прошла сама через вот эту самостоятельную жизнь. Я более спокойно к этому отнеслась. И потом Москва 90-х и Лондон сейчас – это разные вещи. Это вам как кажется? Ну, я же не в Лондоне. Она в Кембридже все-таки. Это маленький город. Там гораздо спокойнее. А, понятно. Это ваш курс? Да, мой курс. Вот я. Где? Где? Это Буровский или Ивановский? Нет, Ивановский. А вот Владимир Владимирович, вот Валентина Петровна, Маша Сапунов. Сусаня? Да, Сусаня. Вот режиссер, который теперь у меня поставил в театре пять вечеров со мной. В театре, в областном театре здесь. Да, мой однокурсник. Вы же поступали в 89-м, нет? Да, ну как раз все события 90-х, они пришлись на время моего студенчества. В целом это был еще Советский Союз. Это как раз происходил развал. Как раз шли танки по Калининскому в тот момент, когда я находилась буквально в 50 метрах в Щукинском училище. Это же все именно там. Мы не могли даже домой попасть, в общежитие. Мы ночевали прямо на матах. Представляю, как было страшно маме, которая сидела у телевизора в Одессе и все это видела. И она понимала, что территориально я там, именно там. Когда мама переехала из Одессы, будет понятно, когда? Вот когда родилась Настенька, ей был годик, умерла моя бабушка. Мы продали две комнаты в коммунальной квартире в Одессе. Купили одну комнату в коммуналке в Москве. И мама приехала мне помогать растить Настю. Значит так, я сейчас прямо отсюда отправляюсь по памятным местам, дорогая моя столица. Потом к родственнице. Вот, кстати, сувенирчик для нее. С родственницей мы к бабке не ходи, мой приезд отметим. Так что заночую у нее. Это я вам все рассказываю, дорогие соседи. Чтобы у вас не возникло лишних вопросов, а где это она шастает по ночам. Отношения должны быть прозрачными. В Одессе ничего так не осталось из медведи? Ничего не осталось. Но первое, что я сделала, я купила маме двухкомнатную квартиру в Одессе, когда у меня появилась такая возможность. Поскольку мама тогда ради меня и моей карьеры, и моего ребенка бросила любимый город, оставила все, мне хотелось ей сделать приятно. Илья Александрович, а вы когда последний раз были в Одессе? Ну, недавно, летом. Такое традиционное посещение, но с лета не проходит без Одессы. К Одессе отношение, в принципе, ну, понятно, после каких событий, очень изменилось. Вы знаете, я думаю, что Нона не совсем может объективно относиться к Одессе, поскольку это ее родной город. А я вот могу, поскольку я коренной москвич. Взгляд со стороны, да, это, на мой взгляд, один из тех городов, куда, попав единожды, ты становишься какой-то, может быть, даже частью этого города. Этот город становится частью тебя. Это удивительное совершенно место, и не потому, что это, так сказать, родина моей жены. Когда море и красивые здания, красивые люди, много юмора и вкусной еды, чего еще надо вообще? Ему, конечно, очень не повезло в этом плане. Там в Одессе такое количество красивых женщин, она всегда со своим самоваром. Мне себя очень жалко. А вы когда приезжаете, туда сразу включаете, да, говор одесский? Ну, я стараюсь, да. Объясни, почему? Ну, потому что иначе... А скажите что-нибудь по-одесски. Да, чтобы вы были мне здоровы, кушайте уже свой чай, наливайте. Что я, кстати, хорошая вещь, да? Наверное. А вы не заражаетесь вот этим? Он тоже. Когда я беру такси, что я должен ему сказать, потому что если я... Будьте любезны, довезите меня, пожалуйста, это сразу двойной счетчик. Она как двойной, понимаете? А на привозе это вообще отдельная история. Там просто я, когда хожу с тещей на привоз, она говорит, не вздумай открывать рот. Я в детстве всегда, когда после Одессы возвращалась, какое-то время всегда говорила шо. У меня то же самое. Да? А ты что такой мокрый? И меня опять покушали. Ни фига себе. Из водомета что? Я так понимаю, что вы поступили в щуку сразу, но мама не решилась вас оставить в Москве, увезла. И потом вы через год... Через год, да. По-другому вообще сложилась бы ваша биография, если бы вы тогда проявили какое-то, ну, не знаю, настойчивость, упорство и остались бы в Москве, как вы считаете? Или все, что происходит, так и должно происходить? Вы верите вообще в случай? Абсолютно. Я вообще вот сейчас уже точно совершенно знаю, что если даже что-то плохое в нашей жизни происходит, мы всегда задаем Богу вопрос. Господи, за что мне это? А это в корне неверная постановка вопроса. Надо спрашивать не за что мне это, а для чего мне это. Потому что потом, через какое-то время, ты понимаешь, для чего это нужно было. Что непонятно? Это звездокрамма моей жизни. И что это значит? Он не сказал. Говорит только, однажды сама все поймешь. Только вот показал, что вот это вот я, а вот это вот Володька. Володька. Видишь, вот тут пути пересекаются. Так. А вот тут разрыв. Разорвало Володьку. Восемь лет назад я ушла из театра Вахтангова. Было очень больно, неприятно. Спрашивала, за что. А только сейчас понимаю, для чего. Потому что, если бы я тогда не ушла, ничего бы сейчас не было в моей жизни. Я не была бы художественным руководителем театра. У меня не было бы возможности сделать ни «Варшавскую мелодию», ни «Марри Боббинс», ни Джуди Гарланд. Ничего бы не было. Вот встреча с Сугольниковым, это был случай? То есть это такая судьбоносная была встреча или нет? Нет, это была абсолютно судьбоносная встреча. Это просто Михаил Борисов, мой педагог, ныне мой близкий друг и режиссер, который поставил у меня первый спектакль, когда я пришла сюда, со мной Мэри Боббинс. Он еще, когда я была студенткой, я и Маша Аронова, когда Игорь попросил двух девочек в программу «Обана», характерных, он дал меня и Машу. Ну, дай кого не жалко, а? Да ничего не жалко. Да вот он сидит, вот он махнул. Да ты вот сейчас вот с ним, вот мой жених вот. Ну, где он, покажи ты мне, Господи. Он издевается. Я ничего не понимаю, где он? Мама моя, ну, у меня вообще крыша напрочь. Ну, кто он? У кого крыша напрочь? Уехавшая. Это у кого крыша напрочь? Уехавшая. Это у меня уехавшая. Это вот за то, что я тебя в муках рожала, что я тебе делала. У меня... А вы с Сароной, по-моему... Однокурсники. Вы однокурсники, по-моему, даже в общежитии жили. В однокурснике. Сейчас вы общаетесь? Да, вот совсем недавно я опять сыграла в спектакле «Мадемуазельный туш» в театре Вахтангова. Было волшебное возвращение. Вот ради детей. Им очень понравилось. Я сыграла вновь девятнадцатилетнюю Денизу. Потом мы с Машей долго не могли расстаться, не могли наговориться. Считается так, я не знаю, что люди, которые учатся в театральных вузах и прочее, они самые, ну, как бы оторвые. Говорят, медицинские хуже. Ну, медицинские, там им просто, у них доступ к веществам просто обеспечивают. Им там проще. У вас бурная была студенческая жизнь? Вы знаете, очень бурная, но у меня лично нет, потому что я была, пожалуй, единственный человек на курсе, который, если задано пять пьес, то все читали одну-две, я читала все пять. То есть вы такая девочка была исполнительная? Я закончила с красным дипломом, именно потому что я не гуляла, а училась. Вот кому-то повезло с женой-то, а? Вот просто. Она уже не помнит. Учиться в этой вузе. Она не помнит ничего. Я какую-то пьесу беру, я говорю, ну, ты не помнишь про что это? Хоть напомни мне, но что-то вспоминаешь. Но у вас студенческая жизнь? Ну, было замечательно, было время, я же на эстрадном факультете учился. У нас одни педагоги. У нас одни педагоги. У нас был, я учился на экспериментальном курсе по другому сыну Геннадия Хазанова. Курс был синтез ГИТИСа и Щуки. То есть все педагоги практически были из Щукинского училища, те же, что и у Ноны преподавали. Альберт Егорович Буров, царством небесное, наш общий с Ноной педагог. Эдуард Рудзюкевич и Александр Жигалкин, которые преподавали у нас на курсе. Вообще замечательная была такая команда. Вообще хорошие были времена, и я думаю, что она была бурная, но я сильно не пью, поэтому, может быть, у меня это было как-то умеренно тоже. А чем мотивируете? Я, знаете, не люблю. Я редко, да. Иногда могу метко, но редко. А вы? А у меня организм не воспринимает. Это удобно и выгодно. Говорят, аристократические корни мешают. Вон, еще раз. Стоишь, молчишь, улыбаешься аккуратно, светишь мордой. Поняла? Ага. Следующая у нас фотография. Вы здесь. Это мой брат, мой брат Николай. А кукла? Это приводили, когда детей фотографировать, им давали то, что было в фотоателье. Я просто знаю знаменитую историю про ваш первый гонорар. Но это не та кукла. Это не та кукла. Но вы расскажите, тем не менее, эту историю. Там я была постарше уже. Это мы были с мамой в поликлинике. Снимался Дима Харатьян, которому было лет 17 тогда, в фильме «Фотография на стене». И мы просто вышли из поликлиники, звучала музыка, я подхватила юбочку. Помню, что я была в красной пельсированной юбке. Вот помню это четко. И пустилась в пляс. И к маме тут же подбежала помощник режиссера. Говорит, давайте вашу девочку в кадр. Заплатили гонорар 3,50. Большие деньги, правда, на тот момент. А за углом как раз был магазин игрушки. Мы пошли с мамой и на этот гонорар купили мне куклу. Удачно сходили в поликлинику. Смотрите далее. Острые вопросы от Евгения Додолева. А есть какие-то нарекания к вокальным данным жены? Что Александр Нестеров имеет против своего тезки? Он говорит, я вас очень прошу, не надо вам с Олежкой петь. Почему их семья решила взять собаку из приюта? Куда мы ездили? Калужскую область. Замечательный приют. И от чего страдали соседи Александра? По батареям стучали, я к этому привык. У вас родители совершенно ведь не из богемной среды. То есть они не имели никакого отношения к шоу-бизнесу, так скажем. Как-то мама всегда, не без доли иронии, говорила, что ты у нас в семье выродок. Мы с этим смирились. Папа сначала плавал на сухогрузе, ходил за гранку, был строителем всю жизнь. Мама, бабушка, все педагоги. И вот артистка так случилась. То есть Екатерина Смирнова получает в своей жизни первую главную роль, а ее мать – последний человек в этом городе, который об этом узнает. Прекрасно. Я тебя поздравляю. Я тебя тоже. А у вас? У меня инженеры. Только вот мой прадед был правой рукой Фсилат Эмильевича Мерхольда. Был режиссером, его близким соратником и другом. И дедушка мой был журналистом, если это можно как-то отнести. Он был замечательный поэт. Ну, я считаю, что да, да. Да, поскольку он был главный редактор журнала. Тем более. Да, я считаю, что он был заслуженный деятель культуры. И, соответственно, он меня к искусствам приобщил. Поэтому, ну, в театре из ближайших родственников тоже никого. А у вас же прадед в Ласкало, по-моему, пел, да? Прапрадед и прапрабабушка. Это родители моей прабабушки. Они были оперными певцами, в том числе и гастролировали в Ласкало. Сколько здесь, кстати, в Ласкало? Ну, это второй класс. Мой первый классный руководитель, Медея Георгиевна. Я тогда хотел стать музыкантом, конечно. Почему, конечно? А потому что я с пяти лет занимался музыкой. И кроме музыки меня не интересовало вообще ничего. Расскажи эту гениальную историю. Папа тебя привел в магазин игрушек. Магазин игрушек на Ленинском, где сейчас Гименеи, да, дом игрушек знаменитый советский. Меня привозили там по праздникам. Чего ты хочешь? Но что ты хочешь, выглядело так. Вот эту машинку или вот эту? Я хотел гармошку. Я помню, она стояла на третьей полке, зелененькая такая, настоящая. Ну, почти настоящая. Можно было играть? Зачем тебе гармошка? Я говорю, я хочу гармошку. Поехали. Значит, три раза меня привозили. Мне ни разу в итоге не купили эту гармошку. Я рыдал, безумно ее хотел. Мне все равно купили этот москвич поганый с этими педалями. Педалями, понимаете? А я хотел гармошку. И в итоге просто родители не выдержали, отдали меня в музыкальную школу, и там я как-то уже нашел какую-то гармонию. Я услышал звуки трубы и понял, что я хочу стать трубачом. Профессионального музыканта из меня не получилось, но музыка и труба, в частности, она все время в моей жизни. И мне это очень помогает и в постановках. Сейчас есть, да? Конечно. Я использую инструменты иногда в спектаклях. С соседям-то как тяжело ваше. Ну, мы в доме в частном. Поэтому звуки не долетают. А когда в квартире, конечно, по батареям стучали, я к этому привык. Четко тайминг там, значит, Александр Васильевич спит, Марья Николаевна обедает, значит, можно позаниматься. А труба такой инструмент, если 5 часов в день не занимаешься, все. А я занимался час, поэтому я не стал трубачивать. Ой, даже не знаю, что сказать. Знаете, знаете, я, наверное, еще никогда так не гордилась своим мужем. Какой он у меня молодец, правда? А есть какие-то нарекания к вокальным данным жены? Есть там вот как бы, что вот что-то не то она делает или не так? Знаете, я, наверное, один из самых строгих для Ноны критиков, но мне очень хочется верить в то, что моя критика Ноне не мешает, а помогает. Я хочу, чтобы она была леди совершенства. Вот она и гряди слева. Очень смешная история на эту тему. Мы должны были вести свадьбу в Монако с Сашей Олешко. Там из перечня гостей, звезд, выступающих, была Лара Фабин. А мы с Сашей Олешко тоже, у нас есть такой вокальный блок маленький. И собираясь на это мероприятие, я рассказываю Саше, вот что там будет. Он говорит, я вас очень прошу, не надо вам с Олешко петь. Там будет Лара Фабин. Ну куда тебе с Олешко? Ну не надо вам петь, пожалуйста. Я вас прошу. Я говорю, хорошо, я попробую поговорить с Сашей. Поговорила с Сашей. Я говорю, Сань, давай не будем петь все-таки Лара Фабин. Как-то вот Саша говорит, не надо, не стоит. Ну ладно, все. Мы объявляем Лару Фабин. Она минут на 40 у нее программа, лирические песни на свадьбе. Через 10 минут к нам прибегает организатор в нашу гримерку и говорит, спасайте, пожалуйста. Она развернулась и ушла. Ее плохо слушали. Ну мы говорим, ну это естественно, потому что на свадьбе странно, лирического программа на 40 минут. Идем спасать ситуацию мы с Сашей. Начинаем все с шаланды полной кефали, орликина. Все, естественно, народ танцует, народ счастлив. И я потом звоню Саше и говорю, твоя Лара Фабин, любимая, с треском провалилась. А мы с Олежкой выступили с большим успехом. Вот так вот и бывает. Для меня вообще, женщина, которая поет, это сверхженщина. Меня никогда не интересовали, и я не обращал внимания на женщин, которые не умеют петь. Вот для меня даже не танец, а именно вокал. Вот знаете, какая-то такая особенность. Ты само старешество, ты само старешество. Ты даже столь и шестер и попал. Ты моё мужество, ты моё мужество. Значит, у меня сверхженство. Я идиот. Так, куда животное? Где собака наша? Она недавно появилась тоже в августе у нас какая-то щенок. Ищешь пять месяцев, да? Ну, шестер почти. Взяли её из приюта, вот они поехали. Да, мы ездили далеко. Куда, куда? Куда мы ездили? К Калужскую область. К Калужскую область. Замечательный приют, гуддог. Там святые люди совершенно работают. А взяли уже с именем, то есть уже как Венди? Нет, нет, она была тигра. Она была тигра. Вот, её бомжи подкинули на строительный рынок. Я хочу маме сделать приятное, просто Венди это первая роль моя, которую я сыграла, когда мне было 10 лет. А вот она откуда. Питер Пен и Венди, да, они мне пишут, я была на сцене в тот момент, когда они поехали её забирать, и Настя мне пишет, ты не против, мам, если мы её назовём Венди? Я, конечно, не против. Нет, это счастье наше, да. Вы знаете, мы про фотографии говорили, мы подготовили для вас вот этот альбом семейный, где собрали фотографии, некоторые из которых мы не видели. Вот, и мы оставили здесь несколько свободных страниц, для того, чтобы мы в следующий раз встретились, и чтобы там были, может быть, какие-то новые проекты. Спасибо большое. Вам спасибо. Я столько нового узнала о своём магазине. В смысле, о нашем, ну, где мы работаем. Ты маленькая, я блоха, блоха, а ты в моём кокошнике. Блоха? Да, левша такой спектакль был. А почему бабушка седая? Почему бабушка седая? Потому что это бабушка булечка наша. А, я их перепутала. Вот мама, вот моя мама, твоя бабушка, это твоя прабабушка. Да, это ты с датчаном. Да. О, свадьба, свадьба. Какая свадьба, это не свадьба. Это свадьба, трёхлетие свадьбы. Одно трёхлетие, но не само свадьба. Созорно. И твоя любимая фотография. Вот, моя любимая фотография. Настя мне сделала подарок в этом году к 45-летию. Она вот нарисовала эту фотографию. Холст, масло. У меня теперь дома. И с Баском, и с Биланом. Господи, откуда это? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok